Всем привет, с вами Прия. Как мы все прекрасно знаем, чем персонаж одет лучше, тем у него намного выше различные характеристики. Тем больше он может исцелять, тем больше он может поглощать урона и тем больше он может наносить урона. В обновлении 8.3, конечно же, уровень предметов повысится на 30 и максимальный итем левел будет 485, то есть максимальный уровень предмета. И по этой причине повысятся не только различные награды и их проки, также повысится еще и та добыча, которую мы получаем из подземелий эпохального ключа. Была, конечно, теория о том, что все опять сплющат до 10 ключа, но нет, там будет происходить немножечко интересные изменения наград, их увеличения. Вообще я люблю всякие такие таблички, с целью того, чтобы сейчас закрепить абсолютно всю информацию, обратимся к таблице, которую я сейчас доделаю и которая составлялась еще давненько. На текущий момент мы имеем с 10 ключа 430 лут, просто проходя подземелье, ну а с еженедельного сундука мы получаем 440 вещицу и выше. Как было сказано ранее, мифик плюс с системой будет расти и с целью того, чтобы получать максимальную награду, нам нужно будет пройти 15 ключик. Сейчас все это заполним и вы увидите прекрасные цифры. После долгой аналитики и поднятия старых таблиц по луту была сделана такая таблица. Так как на текущий момент времени лут немножко урезан в пользу того, что проков более не будет, все немножко как-то емко выглядит, очень прям уж. Если рассмотреть таблицу, та, которая была, к примеру, 725, то у нее и темлевелы хотя бы как-то отличаются друг от друга. То есть есть изменения в этом левеле на 20 единиц, есть на 15, есть просто на 5 единиц. Насколько правильно составлена таблица, вопрос, конечно, хороший, но с 15 ключа мы будем получать 465 добычу, а сундука еженедельного 475, но стоит помнить о том, если вспомнить, конечно, прошлые патчи, то что 465 лут мы будем получать не сразу с пятнашек. Да, нам нужно будет пройти в первую неделю старта сезона пятнашку, но это делается лишь только с той целью, чтобы получить максимальный еженедельный лут. В тот момент, когда уже откроется эпохальный рейд, мы будем получать с сундука в подземелье максимальный лут, который возможен, то есть начнется фарм пятнашек и, конечно, будут востребованы 15 ключи для фарма. Также при составлении таблицы очень сильно помог ПТР-сервер, благо на текущий момент тестовый сервер включен, и можно посмотреть абсолютно весь лут, который будет получен с обычных эпохальных подземелий, то есть те инсты, которые запускаются без эпохального ключа. И суть в том, что 430-я добыча будет падать с обычных подземелий без ключа. Неважно, вольная гавань это или же это операция мехагон. 430-й лут с обычных плюс 0 подземелий. И если углубиться в аналитику и посмотреть итем-левел рейдовых вещей, то с эпохального получается 475-я добыча. При вскрытии сундука мы будем лутать 475-ю вещицу, как и из рейда. Если рассмотреть героик рейд, то мы получаем 460-го эквипа лут, а с 15-х ключей при просто их прохождении мы будем получать 465-й лут. Но не забудьте главную мысль, а именно то, что с 15-х ключей 465-й лут будет падать только в тот момент, когда будет открыт эпохальный рейд для прохождения. На этой мысли на данный момент монолог об увеличении наград с мифик плюс системы мой окончен. Всех вам благ, счастья, здоровья, удачи в новом мифик плюс сезоне. Берегите ноги, до скорого.